Уважаемые коллеги, добрый день, уважаемый президиум. Очень рад вас всех видеть онлайн, к сожалению, пока. У меня очень немного времени, я освещу, может быть, какие-то новые вещи, которые должны быть сказаны о профилактике, диагностике, лечении катетеробусловленных инфекций. Ну, в том числе с учетом текущей эпидемиологической ситуации в наших отделениях. Но я напомню, что Владимир Витальевич уже сказал, что назокамиальные инфекционные осложнения – это одна из глобальных проблем, установленных Всемирной организацией здравоохранения. Катетеробусловленные инфекции занимают третье место. Мы сейчас скажем, что оно даже немножко сдвинулось среди назокамиальных инфекций. Являются причиной абсолютного большинства случаев бактериемии, включая в себя 10% от всех инфекций у госпитализированных пациентов в целом. Это не только пациенты отделения реанимации. Ну и, конечно, снижение частоты этих случаев инфекций, несомненно, устраняет множество случаев смерти, которые можно было избежать. Есть такой статистический параметр, особенно хорошо он изучен у диализных больных, потому что у них катетеры стоят особенно долго, и они сильно подвержены этим инфекциям. Я напомню очень кратко, что в соответствии и нашим национальным руководствам, и другими рекомендациями, мы можем для простоты выделять первичные гематогенные инфекции. Это инфекции вторичные, наиболее частые, которые ассоциированы с подтвержденным очагом инфекции. Ну и, наконец, если мы говорим о катетеробусловленных инфекциях, это инфекции третичные, которые составляют до 30% случаев на фоне состояния центрального венозного катетера, периферического катетера, плочек, имплантированных устройств. И существуют так называемые пирамиды гематогенных инфекций, в основе которых лежит контоминация и транзиторная бактериемия. И, конечно, существуют госпитальные, ассоциированные с оказанием медицинской помощи и вне больничной инфекции. При этом, как вы видите, есть некоторые различия в штаммах, которые ее вызывают. Ну, а в случае основания этой пирамиды мы можем говорить о катетер ассоциированных инфекциях, тогда как при доказанных инфекциях, связанных с состоянием катетера, мы говорим о катетер обусловленных. Разделение катетер ассоциейтед и катетер релейтед абсолютно четко существует за рубежом, но, к сожалению, в российских рекомендациях до сих пор с этим делением существует проблема, что мешает правильному восприятию проблемы. Каковы факторы инфекции кровотока, в том числе катетер обусловленных инфекцией? Это, конечно, инвазивные устройства, центральные венозные артериальные катетеры, электрокардиостимуляция. Это периферические венозные катетеры, об этом тоже не надо забывать, создают высокую плотность бактериемии, пожилой возраст, диабет, хроническая сердечная недостаточность. Это заболевания почек, парентеральное питание, не забывайте, оно увеличивает риск кандидемии и, вероятно, прочих инфекций. Нужно больше внимания уделять восстановлению эффективного раннего энтерального питания, потому что парентеральное питание может иметь и вот такие вредные эффекты. Это онкологические заболевания, поражение периферических артерий, гипотермия и некоторые другие состояния. Основные факторы риска катетер обусловленных инфекцией со стороны пациента, это, конечно, прежде всего, и это обращает внимание, низкий социально-экономический стагус пациента. Эти пациенты, очевидно, больше контаминированы по текущим данным. Несоблюдение, конечно, правил асептики, антисептики. Это катетер обусловленной инфекцией в анамнезе, это очень важный фактор, который должен учитываться и в отношении профилактики, и в отношении надзора, если таким пациентам катетер ставится повторно. Это неадекватный гемодиализм, что, к сожалению, является нередкостью в наших условиях, да и в целом, и это гипоальбуминемия. Говоря же о общих факторах в рамках разрезе нозокомиальных инфекций, конечно, для резистентных инфекций кровотока, для бактериями, вызванных мультирезистентными бактериями, важны локальные вспышки резистентных инфекций, эпидемическая обстановка в стационаре, предшествующая колонизация резистентными патогенами, то, что часто не учитывается. И мы редко очень берем мазки у наших пациентов из содержимого желудочно-кишечного тракта, ротоглотки, кожи для определения носительства резистентных возбудителей больничных инфекций. Ну и, конечно, как для многих других нозокомиальных инфекций, это предшествующие, последующие, предшествующие 3 месяца, 90 суток прием антимикробных препаратов широкого спектра действий. Особенно цифалоспоринов третьего поколения, вторхиналунов, карбопинемов, к сожалению, макролидов, что не редкость в рамках текущей проблемы с COVID-19. Ну, а говоря о проблемах текущей эпидобстановки, нельзя ее не затронуть в связи с гематогенными инфекциями, поскольку мы все знаем ряд проблем, представленных здесь и встречающихся в нашей практике. Это большое количество пациентов, к сожалению, длительно скучно находящихся в отделении реанимации, коморбидность, иммуносупрессия, ковид-ассоциированные гиперкоагуляции тромбозы, длительные ВЛ-назокомиальные респираторные инфекции, в том числе сопровождающие бактериемии, сложности с уходом, высокая потребность в наличии и длительности стояния венозных катетеров. Совсем недавно вышло исследование, буквально в апреле этого года, которое показало убедительно на группе из 774 пациентов с COVID-19, что в структуре нозокомиальных инфекций несомненными лидерами являются нозокомиальная пневмония, это около 45% случаев, 35% случаев приходится на как раз инфекции кровотока, при этом вызванные мультирезистентными бактериями. Это очень важное исследование, я сейчас покажу еще пару других, но здесь мы можем четко сделать вывод, что в случае пациентов с COVID-19, катетер обусловленной инфекцией и бактериемия выходят на устойчивое второе место, уступая лишь респираторным госпитальным инфекциям. Обращаю внимание несколько исследований, в частности вот это итальянское исследование, которое показало, что инфекции кровотока выявляются практически у половины пациентов с COVID-19, причем наблюдается интересная структура этих инфекций, в частности преобладание энтерокопка. И возможный вариант сравнения показывает, что до COVID-19 частота инфекции кровотока была в 4 раза ниже, так называемый коллатеральный тревожащий эффект, который связан с этой вирусной инфекцией. Вот еще одно исследование, которое показывает атипично высокую частоту энтерококовой бактериемии и инфекции кровотока у пациентов в Италии, здесь показаны данные этого исследования, при этом довольно интересной гипотезой является то, что причиной этой бактериемии может быть и вовлечение ЖКТ, в частности микротромбозы кишечной стенки, которые приводят к энтерококовой бактериемии в случае COVID-19. Говоря же о путях инфицирования, мы должны помнить, что основными путями остаются экстралюминальный и интералюминальный путь инфицирования, соответственно, для раннего инфицирования первые 7-10 суток и для позднего инфицирования, как правило, позже 10-15 суток. Говоря о профилактике, она, разумеется, учитывает эти два основные пути, хотя и гематогенный путь, и путь с инфицированными средами тоже не должны отрицаться, и в некоторых условиях они могут иметь значение. Говоря о возбудителях, важно помнить, что как коагулазонегативные стафилококи, так и прочие граммоположительные золотистые стафилококи дают относительно небольшой прирост отношения шансов для наших пациентов с гематогенными инфекциями. Однако инфекция мультирезистентными штаммами, энтерококом, кишечной палочкой, представителями энтеробактериалис, дает уже серьезное увеличение отношения шансов, тогда как кандида дает максимальный. Вот, например, еще раз напомню, парентеральное питание увеличивает риск кандидозной бактериемии на фоне состояния центрального венозного катетера, и будьте осторожны с этой методикой. Ну и, конечно, нужно сказать, что катетер обусловленной инфекцией чаще стекут доброкачественно, однако нужно помнить, что они имеют последствия. И что возникает в тех ситуациях, когда мы не выявляем своевременно с вами катетер обусловленной инфекцией? Если этот катетер вовремя не диагностируется, не профилактируется, самым опасным и трудно распознаваемым осложнением является, конечно, бактериальный эндокардит и прежде всего бактериальные эндокардиты правой половины сердца, которые осложняются прочими метастатиками. Это эпидуральные сердца, эмболические повреждения головного мозга, артриты, остеомиелиты, псаиты, септическая эмболия и прочие проявления дистантной эмболизации при скрытом течении бактериального эндокардита. Еще одним опасным и персистирующим после удаления инфицированного катетера осложнением является субпаративный тромбофлебид, который дает воспаление венозной стенки, которая сопровождается не только тромбозом, но и сохранением микроабсесса в полости тромба, что дает устойчивую бактериемию даже после удаления катетера. К сожалению, это довольно часто встречаемое осложнение, которое тяжело в диагностике и не имеющее доказанных хирургических методов лечения. Поэтому это еще раз подчеркивает важность своевременного распознавания и профилактики этих инфекций. Мы уже сказали с вами, что частота инфекций в мире составляет от 0,6 до 6,5 эпизодов катетерных инфекций на 1000 катетер дней. Это стандартная цифра. Говоря же о ее разбросе, мы видим, что он практически десятикратный. По нашим данным в России, частота, по крайней мере, по тем данным, то, что говорил Владимир Витальевич, составляет от 3 до 8 случаев на 1000 катетер дней. Я не знаю, насколько хороша эта статистика, но это всего лишь локальные данные. Говоря о грамм положительных микроорганизмов, они, несомненно, лидируют. У нас, к счастью, не так много МРСА. Но нужно помнить об инвиво-резистентности, когда инвитром проявляют чувствительность, но инвиво-чувствительность к бактериоостатическим антистабилококковым антибиотикам невысока. Ну и, конечно, основной проблемой, особенно с учетом COVID-19, представляют грамм отрицательные резистентные бактериемии и положительная энтерококковая бактериемия, что также является атипичной проблемой, связанной с новой коронавирусной инфекцией. Говоря о типах инфекции, мы можем сказать о колонизации, катетеробусловленной гематогенной инфекцией и местном инфицировании нужно разделять эти три понятия, поскольку они имеют разные критерии, представленные здесь. Говоря о клинических признаках, я думаю, они вам хорошо известны. Это и признаки общие инфекционные, это гипотензия, например, во время гемодиализа, это результаты посева в крови, это возможность забора крови из диализных катетеров без периферической пункции, как вы видите, это возможно, на сегодняшний день рекомендовано, и посев отделяемого или оценка колонизации вместе выхода катетера, что часто коррелирует с эндоваскулярной инфекцией. Говоря о заборах посева крови, напомню вам, что на сегодняшний день считается, что нет четкой связи с повышением температуры и озновом в случае гематогенной инфекции, поэтому забор производится асинхронно, скажем так, с ростом температуры в любое время, когда вы хотите. Но нужно помнить, что вероятность выявления возбудителя нарастает пропорционально забранному объему крови и нарастает пропорционально увеличению частоты забора в сутки, даже до двух, трех, четырех раз. Поэтому, пожалуйста, при сомнениях берите кровь чаще. Как правило, концентрация гемоглобина позволяет это сделать. Ну и в отношении диагностики мы должны помнить, что важнейшим клиническим признаком, влияющим на диагностику, является наличие гнойного отделяемого в месте выхода. То есть это означает то, что если гнойного отделяемого или изменений в месте выхода нет, это совсем не исключает наличие катетерной инфекции, как экстраваскулярной, так и интраваскулярной, интраламинарной. То есть это возможно в обоих вариантах. Говоря о профилактике, четыре простые правила. Это мытье рук как персоналом, так и самим пациентом, если пациент активен и может что-то потрогать. Это предупреждение перекрестной инфекции, это ограничение ношения мобильных устройств, которые часто контаминированы. Это касается мобильных телефонов, планшетов и прочего. Это полноценные барьерные мероприятия, хорошо вам известные, отраженные в рекомендациях. Это обработка места вхождения катетера хлоргексидин, содержащими препаратами. И раннее удаление более ненужных катетеров. Методика спорная, если они меняются на периферический катетер, поскольку периферический катетер также создает бактериемию высокой плотности. Говоря о основных российских и текущих зарубежных рекомендациях, два наиболее важных принципа. Гигиена рук и дезинфекция поверхности, это перекрестное инфицирование, и профилактика эндогенного инфицирования катетера, что подразумевает современные материалы и технологии ухода. Как вы видите, все рекомендации, которые касаются катетер обусловленных инфекцией и их профилактики, имеют высокий уровень доказательности, в большинстве случаев 1А, 1Б. Говоря о важнейшем подходе к профилактике, я не могу не сказать о деконтаминации в отношении носительства стафилокока, поскольку это частая проблема, и многие люди являются как периодическими, так и постоянными носителями стафилокока, и это может сопровождаться бактериемией. При этом деколонизация, которая заранее проведена, может уменьшить вероятность развития стафилококковых инфекций, в том числе это типичный возбудитель катетер обусловленных инфекцией кровотока. Эта инфекция особенно, деколонизация особенно актуальна для пациентов с катетер-ассоциированными инфекциями после проверки носительства возбудителей, но даже при выявлении отрицательных результатов носительства ее можно выполнить. Деконтаминация кожи также может быть полезной, для этого используются растворы хлоргексидина. Ну и в этой ситуации мы имеем по сути три препарата сейчас в мире, которые одобрены. Это назин американский, его нет в России, это назальный антисептик 3M, и это бактрабан, который в России у нас имеется. Но для нас по-прежнему основным рабочим раствором остается оффлейбл, разведенный раствор бетадина, разведенный в 2-3 раза для обработки преддверия носа и ротоглотки при необходимости. Также большое значение может иметь обработка кожи хлоргексидином, разумеется, водными растворами, это гигиеническая обработка, к которой могут привлекаться родственники, если нет ограничений с посещением стационара, и это также уменьшает колонизацию кожи и риск различных носокамиальных инфекций. Говоря о выборе точки доступа, мы должны помнить, что здесь выигрывает, конечно, подключичный доступ, и с 2015 года во все рекомендации введено правило, что если ожидается длительная потребность категоризации, до 21 суток, как правило, лучше избрать подключичную вену при сопоставимом соотношении рисков и качества. То же самое отражено во временных рекомендациях, которые сейчас у нас представлены, как вы видите, помимо риска геморрагических осложнений, риска пневмоторакса, риска инфекционных и тромботических осложнений и проведения заместительной почты терапии, риск инфекционных и тромботических осложнений также диктует точку доступа с предпочтением, которое отдается подключичной вене в зависимости от индекса массы тела, на втором месте стоит левобедренная, либо внутренняя и ремная вена. Эти рекомендации представлены в нашем журнале «Анестезиология и реаниматология». Конечно, обработка кожи играет ключевое значение и играет очень большое значение плотность колонизации. И здесь, несомненно, выигрываю перед йод содержащими растворы хлоргексидина. Точно также показано, что эти среды в повязках обладают вероятностью достоверно снижать вероятность инфекций. И на сегодняшний день, как вы видите, в апдейте 2017 года рекомендации CDC использование повязок с хлоргексидином при стоянии временных катетеров достигло уровня доказательности категории 1А. Здесь представлены повязки с хлоргексидином, которые вы можете видеть, и как они, например, наложены на диализный катетер, здесь в чистом виде. И мы видим, опять же, уровень доказательности в последних рекомендациях 2020 года от Американской ассоциации анестезиологов. Уровень доказательности достиг А1Б, то есть он стал уже максимальным практически для использования повязок с гелем хлоргексидина, которые также показаны здесь для иремного катетера, для катетера в венобазилика, для подключичного катетера, для перманентного диализного катетера, для бедренного катетера, если вам угодно. Не забывайте, пожалуйста, что эти повязки могут использоваться сроком до недели, это как раз нужный срок, это достаточно экономично, но их нельзя применять на ранней стадии, пока есть выделение крови и экссудация, чтобы не потерять ее, и не нужно их натягивать при наложении. Заканчивая, я скажу, что эффективной методикой является использование антимикробных замков. Здесь я скажу только об использовании трех замещенного раствора цитрата натрия. Это, по видимости, наиболее перспективный препарат, а так, на самом деле, бактериальных замков очень много. Недавно наши китайские коллеги предложили использовать фильтрованный сок чеснока для заполнения катетера с прекрасной эффективностью, однако я надеюсь, что мы не доживем до использования подобных домашних методик. Ну и заканчивая, что делать, когда развилась инфекция? Здесь существует несколько вариантов, но нужно помнить о показаниях, к абсолютных показаниях к удалению катетера, когда пациент становится клинически нестабилен, лихорадка сохраняется более двух суток, вовлекается манжета при перманентных катетерах, либо имеются признаки метастатических инфекций. И здесь существует ряд методик удаления и перестановка, удаление смены по проводнику, сальваж, однако в большинстве случаев оптимальное соотношение риск-качество дает именно удаление и перестановка катетера спустя какой-то разумный промежуток времени, чтобы стекла бактериямия. Я напомню, что используются различные антибиотики в высоких дозах для профилактики и, простите, для лечения катетера обусловленных инфекций, они обязательно должны применяться после удаления катетера, об этом нужно помнить, однако здесь существует также ряд оффлейбл-подходов, как для лечения, например, стафилококковой бактериямии, применяются такие препараты, как ванкомицин, цефторолин и на сегодняшний день такие рекомендации от ведущих экспертов в области гематогенных инфекций, они есть. Также может применяться ленизолит, однако это оффлейбл-рекомендация. И последнее. Не забывайте, пожалуйста, что после подтверждения выявленного возбудителя может быть выполнена деэскалация антибактериальной терапии. Например, для стафилокока идеальным препаратом для деэскалации в случае его метицелин-чувствительности является цефазолин, это стандартный препарат для лечения именно гематогенных инфекций для нас. И в случае энтерококковых инфекций, например, у пациентов с COVID-19, если энтерококков не резистентен, для его терапии в качестве деэскалационной терапии можно применить ампицелин. Это абсолютно нормальный подход. Есть ряд факторов, которые удлиняют и укорачивают курсы инфекций, но, однако, я не буду сейчас на них останавливаться. Я благодарю вас за внимание и буду рад, если будут вопросы. Спасибо. Продолжение следует...